Мы сегодня туристы в нашем собственном красивом городе, Нижний Новгород. У нас есть колесо обозрения. Уже как второй год. Но почему-то мы никогда до него не доходили. А здесь очень красиво. И, конечно же, шикарные панорамные виды. И вот мы решили Пете показать. У нас 330 рублей стоит билетик. Бесплатно. И, кстати, даже здесь можно ужин заказать. Такой вот романтический вечер устроить. Ой, нежность. Петь! Куда ты пополз? Смотри, мы как высоко поднимаемся. Высоко-высоко. Может, Пете не очень комфортно? Коля вот высоты боится. Или ты в замкопространстве не боишься? Нет, не боюсь. Да, на каких-то открытых подъемниках. А что это у нас за скандал? Что такое? Что тебе не понравилось? Музыка. Что тебе не понравилось? Висти чем-то недоволен. Вот это видно на Волгу, на Дребной канал. Там мечеть. Что там еще? Канадная дорога. Еще одно излюбленное развлечение для туристов. Посмотри, какая очередь на Канадку. Офигеть. Да, вот все люди. А вот это вот построили трамплин не так давно. Он был здесь очень долгое время. Он у нас заброшенный. Вот отреставрировали. Петь, ты какие-то свои порядки здесь наводишь. Вон там он строит метро за мечеть. Он расширяет, соединяет разные части города и продлевает. Долго у нас метро присоединяло только нижнюю часть города. А он вверху Мечорский монастырь. О, да, точно монастырь. Красиво. Вообще Нижний Новгород очень красив. Летом, осенью. Хорошая погода. Новые дома, которые долго стояли. И никак их еще не ведут в эксплуатацию. Честно говоря, сама никогда не видела наш город с этой точки. И открываю его сегодня для себя заново. Мама. Куда ты, куда ты? Маму любишь петь? Любишь маму? Как маму любишь? Маму, нежный смазь. Ой, высоко таков. Музыка играет, да? У нас тут свой музыкант на гитаре подыгрывает. Ух, так красиво. Пойдем к роботу зайдем. Отдел. Робот? Вот сюда надо идти. Здесь вот есть разные места для того, чтобы посидеть, взять какой-то перекус, выпить кофе. А велосипед мы потом заберем. Мы сейчас пойдем вовнутрь. Подойдем поближе, чтобы насладиться видом. Даже очередь для того, чтобы сфотографироваться. Увидеть и полюбить. Ну да, я, наверное, соглашусь с этой надписью. Так красиво. Потрясающе красиво. Как открытка, честно говоря. Сейчас уже 5 часов. Так, пойдемте вовнутрь. Там есть одна очень интересная вещь. Я немного читала, была наслышана. Вот непосредственно место, где можно купить какие-то закуски, кофе. И здесь вот такое вот вот такое вот чудо современного изобретательства. Называется Дуняша кафе. Здравствуйте. Ого. Меня зовут Дуняша. Ничего себе. А как вас зовут? Как тебя зовут, мальчик? Представься. Тетя тебя спрашивает. У меня самое фантастическое мороженое и сказочно-ароматный кофе. Ты понимаешь, как здорово. Чем я могу вас угостить? Ой, смотри-ка, предлагает нам Дуняша. Может, кофе возьмем? Так. Дуняш, ты нам не врешь? Точно вкусно. Я Дуняша. Продаю мороженое, газировку и напитки. Ну что, Петь, попробуем кофе? Да, давайте. Я хочу посмотреть, как Дуняша будет делать. Хорошо. Даже обжарку зерна она у нас спрашивает. Давай. Давай. Капучино возьмем? Да. Отличный выбор. Угу, спасибо. Давай одну. Ваш товар в корзине. Сейчас. Так, Карточку. Пока я готовлю заказ, можем немного развлечься. А смотри, вот на монитор она предлагает делать селфи. Я умею много всего. Смотри, как здесь. Но этому еще не научишься. Смотри, рука пошла со стакана вон туда. Коль. Вот так вот это происходит. Вот взбудется Бурливер, закипит, подымет двой, хлынет наберег пустой, разольется в шумном беге и очутится на бреге. К чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые. Все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Вот это да. Вот это стихия она рассказывает. Класс. На дверях писал тут можно еще купить набор конфет. щенок. Все ушли, и одного в доме заперли его. Мы оставили трезора без присмотра, без надзора. И поэтому щенок перепортил все, что смог. Стихи рассказывает. в платье зайцу выдрал шерстикло. Коридоры с под кровати наши туфли уволох. Под кровать загнал кота, кот остался без хвоста. Отыскал на кухне угол, с головой забрался в уголь, вылез черный, не узнать. А тут время сколько до крови осталось. Чуть совсем не захребнулся и увлекся на кровать спать. Мы щенка в воде и мыли два часа моча. В общем, такое, да, нормальное развлечение. По цене кофе. Вот, кофе нам уже готовилось. Все. Можно забирать, да? Я у нее много спасибо. Кстати, можно добавить сиропа. Добавить? Давай. Пришло время для кофе. Да, спасибо. Заберите его. Ваше здоровье. спасибо. Буду ждать вас снова. Всего доброго. Так, добавлю пожилое ореховое. Здравствуйте. Ну, и потому что Петя уже пробовала с такого стаканчика какао, он, конечно же, тоже затребовал этот напиток. Но сегодня здесь кофе. вот сидим немножко отдыхаем, сейчас пойдем дальше гулять. Петя что-то идет, вернее едет, болтает, придумывает, играет сам сам собой. До педаль ноги еще не достают, поэтому используем их как подставку. Только что сегодня пробовали, хотя Петя подрос очень неплохо на плюс 4 сантиметра с марта. До этого рост его очень долго стоял. Полгода наверно он не рос. В связи с этим вещи петя носит где-то 80-86 штанишки. Вот, но есть надежда, что дело тронется. И все это, я считаю, прокатализировал протокол Дикси. И в том числе комплексные препараты, на котором Петя как раз таки с февраля этого года. Скоро листья пожелтеют. И осень уже, конечно, чувствуется. Но природа, тем не менее, все равно очень красивая. Гуляем сейчас по Верхневолвской набережной. Честно говоря, хожу и сама восторгаюсь, как у нас стало красиво. Я каких-то новых мест даже и не видела. Вот, например, вот этот фонтан и клумба с гортензиями. Вообще здорово, так уютно стало в Нижнем Новгороде. Ге-ге-гей. Ты готов, Петь? Поехали. Вау! Вот такая горка. Поднимайся по лестнице. Тебя папа там ждет. Иди поднимайся. давай, сам поднимайся, молодец. Поднимайся, поднимайся, кому скажешь. А что такое, не получается? Давай, я тебе дам руку. Это не горка. Ой, такой красивый был. Чистенький малыш. На этом все. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.